Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Виват-фестиваль. 22-й международный театральный фестиваль «Белая вежа» стартовал премьерным показом спектакля «Пинская шляхта» Национального академического драматического театра имени Янки Купалы. Актуальный репортаж. Что нам стоит дому подарить новую жизнь или все о капитальном ремонте жилого фонда областного центра. 25 лет Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков в городе над «Бугом» прошел финал республиканского конкурса профессионального мастерства водителем магистральных автопоездов. Отчет за прошедший учебный год и творческая заявка на год наступивший в областном центре Брещины впервые проходит республиканская неделя учреждений дополнительного образования. Об этих и других событиях и мероприятиях смотрите прямо сейчас. Накануне в Бресте торжественно открылся 22-й международный театральный фестиваль «Белая вежа». Целый год и зрители жили в предвкушении интересных постановок, экстравагантных образов и, конечно же, экспериментов. Так уж повелось. Каждый год публике открываются новые интересные страницы театрального искусства, а потому в областном центре форум любят и очень ждут. В этом году в программе 28 спектаклей из 14 стран мира. Причем программой охвачены не только театральные, но и концертные площадки города. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая смогла пообщаться с участниками очередного мероприятия и узнать много нового. Актуальные интервью и, конечно же, интересные моменты фестивальной жизни в первом материале выпуска. Каждый год международный фестиваль «Белая вежа» собирает ценителей искусства на главных площадках города. Театральный форум не просто знают, его очень ждут, а на постановки с удовольствием приходят семьями. Я считаю, что это одно из самых главных мероприятий, культурных мероприятий нашего города. И вообще каждый год мы ждем этого периода, когда к нам будут приезжать гости, и мы получаем огромное удовольствие от посещения данного фестиваля. Мы каждый год ходим в «Белую вежу», в российские музыкальные вечера. Мы с удовольствием ждем, понимаете, для нас это как бы услада вот это самое. Вот мы всем семейством маленьких приобщаем тоже это самое. Сейчас подойдут еще вот самое. Мы с удовольствием ждем. То есть посмотреть реально вот это искусство, которое действительно вот это уже, ну, соскучились по нему за целый год. Я всегда прослеживаю русскоязычные и белорусскоязычные спектакли. Мне очень нравится Прибалтика, мне очень нравится Молдавский театр, всегда замечательный. И Реванский интересный театр, Прибалтийские театры очень интересные. Ну, а Минские, естественно. Ну, как не пойти на Кубаловский? За 22 года существования «Белая вежа» стала брендом города над Бугом за рубежом и, конечно же, важным событием в жизни областного центра. Оно объединяет не только искушенных ценителей театрального искусства, но и тех, кто только открывает для себя мир героев и приключений. Афишу организаторы формировали таким образом, чтобы актуальную для себя тему смог найти любой желающий. 22-й международный фестиваль призван стать очередной ступенькой на пути города к тысячелетию. Чем дальше, тем интереснее. Здесь я вижу очень интересный подход от ортодоксального театра к современным новациям в театре, которые учитываются именно в сегодняшней программе. Я думаю, что все-таки в театр надо молодых людей приглашать. Но приглашать не по разнарядкам на классические какие-то постановки, а через какие-то более простые формы восприятия театрального искусства привлечь молодежь в театр. Возможно, после 10 одному понравится, вот так формируется культурная среда. И, на мой взгляд, как председатель оргкомитета, вот именно в этом году это получилось. Я думаю, что это объективно, что театр, как элитарное искусство, оно должно быть датируем из государства. И чего греха таить, мы не ставим задачу быстрыми тэпами выходить на хозрасчетные какие-то вещи. Наверное, здесь вот эту дельту, которую дополняет в данной ситуации областной бюджет, это, естественно, это нормально. По итогам бюджет фестиваля составляет порядка 180 тысяч рублей. Собственно, зарабатывается, если можно так сказать, или 130 тысяч рублей. Вот эта дельта 40-50 тысяч, она практически каждый год одна и та же, она гасится за счет в данной ситуации областного и немного городского бюджета. Плюс к тому, что массу организационных вопросов взял на себя городские власти абсолютно безвозмездные. Каждый год брестский зритель с огромным нетерпением ждет встречи с интересными постановками. От давно знакомой классики до вычурного эксперимента. Открывает Международный форум 2017, спектакль от Национального академического театра имени Янки Купалы «Пинская шляхта». «За что?» «Да я ж убил!» «Да я ж убил!» «Да я ж разбавлял мне мужиком!» «Светка, мальчик?» «Валь, культорка!» «Сейчас вас немножечко огорчу». «А я огонь, огонь!» «Светка!» «И он же под судом!» Новое прочтение одноименному произведению Винсента Дунина Мартинкевича подарил режиссер спектакля, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы, заслуженный деятель искусств Беларуси Николай Пенигин. Николай Николаевич, само произведение «Пинская шляхта» появилось на свет еще в 19 веке. На ваш взгляд, какие мотивы и сюжеты не потеряли своей актуальности в 21-м? Что из этого будет отражено в вашем спектакле?» «Перше, Дунина Мартинкевич личится батьком беларуского театра. По другое, три годы, когда мы ставили этот спектакль, девять год тому приблизно, мне хотелось нагадать беларусам, что я ныне лапти и не колгасники. А среди их много было шляхты. И когда мы в Пинску, например, отграли на гастолях этот спектакль, до нас приходили молодые хлопцы, которые приносят мне шабли пра-пра-пра-дедов с рыцарскими и шляхетными гербами. Это вовле спектакль про то, что изменился сейчас. И та шляхта, какая листья была, она в рабов перетворилась. И хотелось нагадать людям, что вы из великой нации, якая мая союзную историю». Не раз на врезкой сцене артисты Национального академического театра имени Янки Купалы представляют Брещанам исконно белорусские произведения. Что мотивирует вас на работу над такими спектаклями? «По-первых, мы Белорусский национальный академичный театр имени Янки Купала. И окраине оказали БДТ номер один. Мы первый театр, не потому что мы самые лепшие, а потому что это был первый державный театр, который в 20-м годе по второму. Мы за довольнением тут были, были и были. Нас любят, вот я это веду». Николай Николаевич, вот как режиссер, постановщик, что ждете от зрителя? Какую эмоцию он должен принести в себе, посмотрев ваш спектакль? Есть сайт «Пинская шляхта». Нехай глядачи этого спектакля, и телеглядачи, ваши глядачи зайдут на сайт «Пинская шляхта», где на шатке шляхты шукается один одного. В Польше, в Литве, на Белоруссии, в Украине. И она шукается один одного, и пусть она вспомнит, что шляхты – это просто были рыцари, у которых была сброя, и которые великий класс складали белорусским громадствам, тут сейчас литвинским, польским, это не так важно. Это нация с великой историей, с великими завоевами, с годностью и с промой спиной. «Наясняйся, окоро!» «Чего?» «Зла, старшая, шкастя!» «Сюда, только чего спектакль не хочешь?» «Слухая, наясняйся, шкастя!» «Ну, сколь же ты к этой делали, шкастя, побеждающими батьками?» «А, ну чего будем задышаться?» «Ты ж такой человек судовый, шиновный!» «Подожди, я же могу!» «Чего?» «Чего?» «Знаете, как это справа, я вас с удовольствием по христианскому свечу!» «Погодь нашим баском, ты прям русском, я не раз слышу, как случилось!» «Боже мой, за это!» «Боже мой, за это!» «За тебе, друзья!» «Боже мой, тут право, что у меня, Бог, просите, валите!» «Ну, милая!» Впереди еще целая фестивальная неделя. В программе не только камерные спектакли, но и представления на улице, а также открытые дискуссии с критиками-профессионалами. Так что следите за афишей. Общение с актерами, режиссерами, постановщиками мы продолжим и в следующих выпусках «Бугинформ». Много интересного вас ждет еще впереди. Не пропустите! С каждым годом ветеранам Великой Отечественной войны становится все меньше. Поэтому благотворительные мероприятия, направленные на заботу о фронтовиках, уже не ограничиваются только майскими праздниками. Поддержка оказывается круглый год. В канун 97-го дня рождения такая помощь оказана ветерану войны, орденоносцу Вере Проневич. С удивительной женщиной, прошедшей всю войну и награжденной Орденом Славы, пообщалась наш корреспондент Ирина Ольшова. Глядя на эту маленькую женщину, удивляешься ее силе духа и остроте ума. Вера Семеновна до войны жила в Бресте. Отсюда ушла на фронт 22 июня 41-го и дошла до Берлина. Всю войну она проработала во фронтовых госпиталях медицинской сестрой. За плечами не только тяжелые довоенные фронтовые годы, два ранения и контузия, но и три десятилетия добросовестной работы в Брестском областном кожно-венерологическом диспансере. Судьба не сильно баловала нашу героиню. В четыре года она осталась круглой сиротой, а первый муж Веры Семеновны погиб во время землетрясения в Ашхабаде. Вернувшись в Брест из Средней Азии, ей все пришлось начинать заново. Но фронтовая медсестра не любит жаловаться. Мы старое поколение создали платформу для того, чтобы держала наша молодежь, чтобы они умножали достояние, которое мы старшее поколение создали. 16 сентября Вера Семеновна Проневич отметит 97-й день рождения. Своих детей у нее нет, но дом ее редко бывает пустым. Ее любят и уважают соседи и двоюродные племянницы. Частый гость в доме и председатель Совета ветеранов Ленинского района города Бреста Валентина Карпук. Она просто для меня самый близкий человек. Я по каждому вопросу могу с ней поговорить, и она мне посоветует. Очень благодарна директору газоаппарата, который мне преподнесли такой ценный подарок, который у меня нет слов выразить благодарность всем людям, которые так позаботились за меня. Вот и сегодня повод для визита приятный. Откликнувшись на инициативу ветеранской организации, Брестский завод газовой аппаратуры подарил и установил Вере Семеновне новенькую газовую плиту. Расстроганная женщина не скрывает слез. Скромная по натуре, она не привыкла к такому вниманию. Таких фронтовиков, которые участвовали в боевых действиях на территории Ленинского района, проживает всего лишь 82 человека на сегодняшний день. Их уже настолько мало. И конечно наш долг, просто человеческий долг. Вот быть с ними рядом, знать их нужды, помогать им. Мы вот на это нацеливаем и трудовые коллективы, и наши активы. С каждым годом фронтовиков становится все меньше. Поэтому важной задачей была и остается поддержка тех, кто рисковал свою жизнью не ради орденов и медалей. Слово «мир» для прошедших войну всегда имеет особый смысл. Чтобы только мир был, чтобы вы все еще молодые дожили до моих лет. В мире, в дружбе, в счастье, в здоровье, чтобы было и мир. Это самое основное то, что человеку нужна острая приложиться. Если честный человек, он будет трудиться честно, то это все в его руках. И главное еще вот обеспечить достойный уход им и на их примере, их жизни, их подвига, их мышление, их мировоззрение. Молодежь воспитывать. Вот такая наша задача. Вера Семеновна рада, что ее не забывают, помогают и морально, и материально. А еще она мечтает отметить столетний юбилей в кругу своих близких и любимых людей. Ирина Альшова, Андрей Щербант, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите итоги недели на телеканале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. Что нам стоит дом построить? Ответ на этот вопрос может быть неоднозначным. Все зависит от платежеспособности заказчика, выбираемых стройматериалов, особенностей и сложностей выполняемых работ. А вот что значит подарить старому дому новую жизнь? Ответ на этот вопрос знают специалисты жилищного ремонтно-эксплуатационного управления, функции которого входит обеспечение надлежащего внутреннего состояния и поддержание внешнего вида домов, находящихся на балансе ЖЭСов. В рамках подготовки города к тысячелетию отдельной графой стоит капитальный ремонт жилого фонда. Где сегодня ведутся так называемые реанимационные работы? Что входит в понятие капитальный ремонт и какие объекты получат новое лицо и сердце уже совсем скоро? В этих и многих других вопросах разбиралась наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Брест – западные ворота нашей страны. Город известный в Беларуси своим уютом и чистотой. Политика руководства региона и города всегда была нацелена на то, чтобы внешний вид областного центра был созвучен с его многообразием души. Здесь всегда получали поддержку необычные творческие, музыкальные, театральные инициативы. Сегодня Брест уверенными шагами приближается к своему тысячелетию. Дата важная и знаковая, а потому и встретить город ее должен во всей красе. Немаловажным показателем в этом вопросе является внешнее оформление жилых домов. Работы по реанимированию идут довольно активно. Этот год у нас, можно сказать, стартовый год по подготовке к празднованию тысячелетия города. У нас очень большие объемы работ запланированы и они ведутся. Сегодня, если сказать по жилищному фонду, то это 70 объектов капитального ремонта. 29 уже мы реализовали, завершили работу на них. Остальные объекты находятся в работе. На данные мероприятия у нас предусмотрено 15-9 миллионов рублей. Сумма, это, конечно, колоссальная для капитального ремонта города. Поэтому, можно сказать, лето у нас прошло в очень активной фазе. Это и разработка проектной документации, и работа на объектах. Конечно же, под особым вниманием объекты, имеющие историко-культурную значимость. Например, дома по улице 17 сентября. Как сделать так, чтобы не повредить все то, что удалось сохранить за многовековую историю, и при этом подчеркнуть уникальность построек? Над этим архитекторы, проектировщики и строители трудились довольно долго. Сегодня здесь активно идет ремонт кровли. Утепляются и красятся стены. Прямо на глазах вырисовывается обновленное лицо этого исторического уголка Бреста. Они все, можно сказать, индивидуальны. Они каждый по-своему очень интересен и очень сложен. Потому что это памятники архитектуры. К каждому дому свой подход. Все дома индивидуально обследовались. По каждому дому принято индивидуальное проектное решение. И когда они будут реализованы, я думаю, это будет изюминка города. Обновленной становится и набережная. Причем не только ее непосредственная часть у реки, где сегодня есть развлечения на любой вкус. Особенно заметны отремонтированные дома, расположенные на пересечении с бульваром Шевченко. Девятиэтажки поменяли не только цвет, но и оформление откосов и балконов. Архитекторы привнесли во внешний колорит яркие краски, что придало объектам свежести. Эта тенденция была продолжена при реставрации соседствующих пятиэтажек. Здесь, кроме внешнего вида, особое внимание было уделено внутреннему оснащению – теплосетям. Работы в этом направлении будут продолжены. В настоящее время завершаются работы по капитальному ремонту жилых домов Франциско-Скорыны 4, 6, 24-й дом завершены работы. Также здесь заканчиваются работы по бульвару Шевченко 10, Шевченко 11. Дальше мы идем, занимаемся работами по ремонту фасадов инженерных сетей на объекте Франциско-Скорыны 36-1. Машерова 90, Машерова 86 – это можно посмотреть, как у нас пример. Это дом Машерова 94, тоже очень красивый получился, оригинальный, такой тоже для города знаковые жилые дома. Мы затронем такой очень интересный дом – это Машерова 39, тоже очень большой дом, интересный тоже, я думаю, получится. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербантон-Луговкин – специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях и мероприятиях. В год 25-летнего юбилея Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков «Город над Богом» принимал юбилейный 10-й финал республиканского конкурса профессионального мастерства водителям магистральных автопоездов. На конкурсные маршруты вышли 16 лучших команд из Беларуси, России и Польши. В мире тяжелых моторов побывала и наша съемочная группа. На два дня Брест стал площадкой для демонстрации профессионального мастерства водителей-международников. В финальном этапе 10-го республиканского конкурса в командном и личном зачете принимают участие представители 16 белорусских автотранспортных компаний. Все они – победители отборочного теоретического этапа. Конкуренцию в личном зачете белорусам уже на практике составят зарубежные коллеги. На конкурсный маршрут выйдут водители из России и Польши. Наша отрасль на сегодняшний день – это та отрасль, тот вид услуг, который формирует в республике положительное сальдо. И за последние 10 лет нам дважды удалось превысить экспорт услуг в размере более чем 1 миллион долларов. Брестское предприятие «Веставто» колыбели белорусских международных автоперевозок. Став преемником «Софтрансавто», организация и ее коллектив сохранили за собой звание лидера в мире тяжелых моторов. Поэтому выбор площадкой для проведения юбилейного финала конкурса профессионального мастерства не случайен. В год 25-летия Ассоциации право провести знаковое для отрасли мероприятие доверено Бресту. Для города Бреста, конечно, это очень важное событие. То, что именно юбилейный 10-й республиканский конкурс проходит именно в городе Бресте. В городе, где, в принципе, зарождалась сама традиция вообще транспортных услуг. Сегодня участвует 16 команд. Из 16 команд 4 команды от Брестской области и из 4 команд 3 команды города Бреста. Конечно, мы будем болеть за свои команды и будем надеяться, что они займут хотя бы одно из призовых мест наверняка. Это не просто конкурс, это один из элементов подготовки водителей международников. Это один из элементов повышения именно решения вопроса дефицита кадров. И достаточно сказать, что сейчас вот это финальный этап конкурса, в котором водители и профессионалы будут соревноваться по экономному вождению и по фигурному вождению. Фигурное вождение – один из самых сложных конкурсов. Филигранное управление большегрузным автомобилем требует особых навыков. Семь этапов, в которые входят боковая парковка, фигура планка и маневр на точность остановки, водитель должен пройти на время и с минимальным количеством помарок на трассе. Наименьшее количество штрафных очков во время конкурса – показатель профессионального мастерства участника. И наш конкурс, он фактически разделен на три составляющие. То есть теоретический элемент, как правильно оформлять документы, как проходить таможенное оформление, как соблюдать безопасность движения. Это эффективное, как сегодня говорят в Европе, вождение. Об эффективном вождении в Бресте знают не понаслышке. Брестскую область представляют четыре команды – «Береза Автотранс», «Белтрансконсалт», совместные предприятия «Курс» и «Вес Авто». У наших земляков серьезные соперники, но участники конкурса настроены решительно. Дома и стены помогают. Соперники все достойные, огромное желание у всех победить. Все на одинаковом уровне, в принципе, одинаково подготовлены. Есть волнение, готовится. Нет, руководство все сделало возможное для нас. Дало время, дало машину. И все, что смогли, они нам дали. И поэтому мы подготовились и стараемся хорошо не подвести наше руководство, родных, близких, кто нас поддерживает и участвует вместе с нами. Брата моего. Потому что мы одна команда, наш капитан. Все одно, целое. У нас очень хороший коллектив, очень дружный. И вся команда, которая работает на нашем предприятии с «Повеста» в ТОО, они мне помогают справляться со всеми трудностями, которые мы сталкиваемся. Наградами победителю и призером будут не только кубки и мото-велотехника. Лучшие из лучших представят нашу страну на международных соревнованиях, в которых из года в год белорусские водители показывают высокий уровень и входят в число лидеров. Ирина Альшева, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ. Сегодня профилактика суицида в мире – крайняя необходимость. Их число растет. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, самоубийство является 13-й по счету причиной смерти во всем мире. А в возрастном диапазоне – от 15 до 44 лет. Его значимость поднимается до четвертого места. «Сохранить каждую жизнь» – своеобразный слоган Всемирного дня предотвращения суицидов. Беларусь активно присоединилась к инициативе ООН, и причин для этого немало. Только в 2017-м, только в Брестской области зарегистрировано 133 случая суицида. В Бресте – 15. 21 попытка суицида среди детей была предотвращена. Страшная цифра, ведь за каждой – человеческая жизнь. Как можно избежать попытки самоубийства и что могут сказать выжившие тем, кого посещают суицидальные мысли? В нашем следующем материале на эти вопросы ответят главные психологи и психотерапевты области, а также тот, кто пережил самоубийство. Суицид. Для одних – это просто слово, для других – смертельный приговор. Для героини нашего сюжета – воспоминания из прошлого, стереть из памяти которой уже не получится. Милая женщина, приятный собеседник, заботливый друг. В ней сложно узнать ту, которая когда-то хотела совершить роковой шаг. Сегодня Татьяна считает свою жизнь наградой за все жестокие испытания детства и юности. Три попытки суицида позади, но шрамы на сердце напоминают о времени, когда единственным выходом от накативших проблем она считала уход из жизни. Синдром гадкого утенка в школе и проблемы в семье – все начиналось именно с этого. В 20 лет потерялась самого дорогого для меня человека. И как-то так стала терять друзей, подруг. Как это случилось, я не знаю. Ну вот периодически так стало теряться, теряться. В голове у меня стало накручиваться. Да вот, я никому не нужна, да вот, все, все, проблемы постоянные. И так плохо, так ты берешь себя еще больше, накручиваешь, накручиваешь, накручиваешь. И тут я решила сделать первую глупость. Ну вот, первый суицид. Только, да, после него у меня были очень тяжелые проблемы. Меня чуть тогда откачали. Отчаяние разрывало на части тогда еще юную Таню. Душила обида, желание жить пропадало. Сегодня за свой паралич воли ей не стыдно. Она не боится откровений на камеру. Это было в ее жизни, но она перевернула эту страницу. Потом второй, все равно, вот какая-то накрученность пошла у меня. Все равно не смогла я сдержаться. Сделала второй, третий. Но почему-то потом ударила в голову, а для чего я это делаю? А для чего я это делаю? Кому я хуже делаю? Зачем? Да, у меня не было ни подруг, ни друзей. Это было очень тяжело, когда ты одна. Я стала знакомиться с другими людьми, которые меня тоже поддерживали. Они не знали, что я вытворяла, какие проблемы у меня были. Эти люди просто-напросто мне внушали, что все хорошо. Я стала чувствовать, что я кому-то нужна, что моя помощь нужна будет кому-то. Я стала помогать другим. Людям, у которых тоже проблемы. Не именно суицид, а вот видно, что человеку плохо. Просто помочь человеку, поддержать им. Пройдя стационарный курс реабилитации, окрепнув, Таня обрела новых друзей. Сегодня ее жизнь похожа на море в полный штиль. Все спокойно и безмятежно. Сегодня она обращается к тем, кого посещают мысли о самоубийстве. Вы хорошо подумаете. Решите, стоит ли это делать. И вот попробуйте сделать, как я. Перевернуть это все. И попробуйте помочь другому человеку. Вот это самое главное. Попробуйте помочь другому человеку. Если вы увидите, что другой человек страдает, у него такие же проблемы есть, возможно, так помогите ему тоже. И вы увидите, что вам будет некогда думать о плохом. Человек рождается для того, чтобы жить. Так откуда приходят мысли о сведении счетов с жизнью? Специалисты говорят, все наши взрослые комплексы и внутренние конфликты родом и с детством. Причины травм самые разные. Извечная проблема отцов и детей, школьный синдром гадкого утенка, безответная детская любовь. Есть даже фраза такая. Трудное детство никогда не кончается. А потому тема самоубийств подростков в последнее время активно обсуждается. Проводится много программ всевозможных, начиная со школы, которые позволяют людям обратить внимание, что существуют разные выходы из этих сложностей. В частности, сейчас с января месяца идет программа из раздела «Здоровая семья» под девизом «Цени жизнь», где и дети, и молодых людей обучают и показывают, какие могут быть варианты решения сложных жизненных ситуаций. Сложные жизненные ситуации, их можно объединить и говорить, что это все. Это и несчастная любовь, это и потеря работы, это и какие-то материальные трудности, это и конфликты в семье, это и, я бы так сказал, даже двойки в дневнике, если говорить о детях, потому что детские суициды тоже стали появляться. Хотя, например, мы проводили исследование в 90-е годы, детских суицидов не было вообще. Нужно понимать, что какие-то мысли, которые появляются, это признак того, что сложно справиться с какой-то ситуацией. Банально, конкретно, это нечто такое, что заполняет человека полностью, что это действительно конец жизни или это уже неисправимо. Нужно понимать, что это конкретная ситуация, всегда нужно искать какой-то конкретный вопрос. Ну и, соответственно, лучше всего обращаться к помощи, просить помощи близких, родных, специалистов. Я думаю, что сейчас в наше время достаточно можно получить как профессиональную помощь, так и эмоциональную помощь, поддержки. Важно не стесняться. Тут основная проблема, что особенно молодые люди стесняются просто. Утешителен тот факт, что за последние годы на Брещене происходит неуклонный спад числа самоубийств. Но актуальности проблема не теряет. Ежегодно в Бресте суицид совершает несколько человек. За 8 месяцев этого года лишили себя жизни 133 человека, 15 жителей Бреста. 21 попытка детского суицида была предотвращена. В ходе проведения проверок следователям непосредственно выясняется не только обстоятельства наступления смерти граждан, но исследуется и сама личность суицидента, обстоятельства, причины, подвигшие лицо совершить суицид. Так, непосредственно в ходе проведения проверки, расследования уголовных дел, было установлено, что причинами совершения суицидов по-прежнему является злоупотребление спиртными напитками, имеющие место семейно-бытовые конфликты на фоне эмоционального и материальных затруднений в жизни. Известная фраза, когда ты летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной. Ты уже летишь с моста. Нерешаемых проблем нет. Есть правильные решения. Есть разные варианты выхода из трудных ситуаций. Они настолько разные, что вот этот крайний вариант, который они выбирают, суицид в частности, это один из самых неправильных. Мы хотели бы, чтобы люди знали, что надо искать помощь. Ранить словом или обнять. Согреть улыбкой, либо убить взглядом. Выслушать, либо сделать вид, что слушаешь. Помочь, либо унизить. Выбор всегда есть, и только мы решаем, каким он будет. С 2005 года традиционно в первую неделю сентября в республике проходит неделя учреждений дополнительного образования. Это своего рода отчет за ушедший учебный год и творческая заявка на год наступивший. Впервые мероприятие недели принимал Брест. Организаторы, а им выступило управление образования Брестского облсполкома, подготовило для гостей насыщенную программу. Чем увлекаются молодые берестейцы и какие любят посещать кружки, выясняла наш корреспондент Ирина Ольшова. Неделя внешкольника. Так неофициально называют это мероприятие его организаторы и участники. Брестский областной центр молодежного творчества стал большой презентационной площадкой для учреждений дополнительного образования региона. Сегодня система дополнительного образования в области выполняет колоссальную социальную функцию. Она сегодня объединяет детей в то время, которое мы привыкли называть свободным. А оно не должно быть свободным в головах. И сегодня при помощи педагогов дополнительного образования мы воспитываем, учим, учим самому важному, наверное, быть человеком. Это мероприятие позволяет, кроме того, региону показать свои достижения за предыдущий учебный год. Показать какие-то новые формы, методы, какие-то педагогические инновации в дополнительном образовании. Ну вот в этом году успешно, на мой взгляд, справилась Брестский регион, Брестская область. В 2016 году Брещено стало лучше в республике в сфере дополнительного образования. Поэтому принимать столь важный форум выпало именно Бресту. Представители Министерства образования и всех областей приняли участие в заседании Республиканского совета, где подвели итоги по основным направлениям работы. Шла речь об опыте и новых формах, а также реформировании системы дополнительного образования. Конечно же, будут происходить определенные трансформации в системе дополнительного образования. Это учет запросов, прежде всего, детей и законных представителей. Это учет запросов региональной и национальной экономики на подготовку квалифицированных, мотивированных к получению профессии кадров. Поэтому сегодня мы говорим о том, что система дополнительного образования все больше и больше интегрируется не только в самой системе образования, но и с другими отраслями. Волонтерство, работа с детьми с особенностями, роботехника – это лишь малая часть востребованных форм наряду с такими традиционными направлениями, как народное творчество, туризм и краеведение, патриотическое воспитание и физкультурно-массовая работа. Дети ориентированы на практика, ориентированное получение знаний, кружки с экономической направленностью, с правовыми знаниями, с интернет-технологиями. Но я хочу сказать, что думающий, креативный педагог даже в художественном творчестве умеет использовать интернет-технологии в образовательном процессе с тем, чтобы привлечь и заинтересовать, чтобы ребенок получал современные подходы и был социализированно, адаптированно в современном мире. Поэтому у современного дополнительного образования особые функции. В этих учреждениях нет слов «надо» и «должен». Сюда приходят по велению души и зову сердца, причем как педагоги, так и учащиеся. В Брестской области успешно действуют 43 учреждения. Это творческий оазис, где каждый ребенок может дать волю своей фантазии, выразить в искусстве свои эмоции, создать уникальное произведение и приобщиться к забытым ремеслам, например, таким, как бандарство. Так, довольно редко, конечно, профессия. Дело в том, что, наверное, современные технологии все вытеснили вот это. Ну, вот так, с детей меня кто-то занимается. Раньше, конечно, лучшие времена были. Старшеклассники занимались очень сильно. Ну, сейчас меньше такие, пятый, шестой. Посещают, регулярно, вот кружок я веду, юный столяр. Ну, там не только столярка, но бандарные дела. Мне нравится работать с деревом. Ну, оно мягкое и поделки, которые получаются очень красивые. Я делал кружку, ведро, разные небольшие ступлетки из фанеры. Там пистолеты разные, автоматы. Соломка – образ жизни, и я беру идеи из природы, поскольку занимаюсь еще фотоохотой, кроме соломоплетения. Я работник Кобринского центра детского творчества. Провожу свои занятия в Дывине, в агрогородке Дывин Кобринского района. Ко мне приходят заниматься детки с шести лет. В садике они занимаются аппликацией. Потом идут в школу и начинают обучаться зам соломоплетения. Ну, а уже детки постарше, у нас идет творческая мастерская, и они делают выставочные работы, большие и шикарные. Более четырех тысяч детей в Бресте и области посещают кружки эколого-биологической направленности. Увлекательную презентацию организовали и провели для участников недели внешкольника сотрудники Брестского областного центра краеведения и туризма. Здесь ребята получают знания и навыки по экологии, учатся рачительно относиться к окружающей среде, постигают основы живой и неживой природы. Занятие в наших учреждениях – это соприкосновение с природой. И задача наших объединений – это воспитание экологически грамотных, экологически культурных учащихся. Увлечь, заинтересовать, смотивировать. Педагоги системы дополнительного образования помогают подрастающему поколению подготовиться к взрослой жизни и воспитывают самые лучшие человеческие качества. Когда меня спрашивают, какую ты цель ставишь, когда собираешь вот дет, а я говорю, я цель ставлю такую. Я люблю сама лепить, люблю с этим материалом работать, я хочу влюбить своих детей в этот материал. И из этого материала выполнять вот такие очень красивые, очень такие домашние, теплые, трогательные вещи. Завершилась неделя учреждений дополнительного образования концертной программой детских и молодежных творческих коллективов Брестской области. Итоги подведены. Впереди новый учебный год и новые цели. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов, так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании «Бук-ТВ.Биуай», а также на нашем канале в YouTube. Я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 10 сентября погоду будут формировать теплые и неустойчивые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. В Бресте ожидается теплый солнечный день. Ночью и утром слабый туман. Возможен на рассвете небольшой дождь. Температура воздуха минимальная ночью плюс 16-18, максимальная днем 22 градуса. 11 сентября продолжится поступление теплых воздушных масс южных широт. День будет теплым, но дождливым и грозовым. Минимальная температура воздуха в ночные часы составит 17-19 градусов, максимальный предел дня – 21 градус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова